здравствуйте мои подписчики и гости канала в этом видео обзоре поговорим о книге владимира савченко открытие себя книга посвященная по сути клонированию человека и поиску возможностей ускорить развитие человека как биологическое так и социальное и эта книга практически выходит на излете золотого века фантастики где-то в конце шестидесятых годов а точнее в 1967 как раз перед тем периодом когда и в советском союзе и в штатах началось планомерное торможение научного прогресса и после конца шестидесятых годов начинается планомерный закат научной фантастики но в советском союзе еще выходит произведение кира булочева о путешествиях в далекий космос как отголоски этого золотого века но об этом мы поговорим каких-нибудь других обзорах возможно и сейчас хотелось бы снова вернуться к собственно сюжету книги открытия себя владимира савченко начинается сюжет с того что в некий научно-исследовательский институт прибывает следователь матвей аполлонович унисимов и обнаруживает мокрое пятно на полу в лаборатории а на этом пятне лежит мертвый человек абсолютно голый и задаются сразу вопрос как он сюда попал потому что была ночь и и вроде как лаборатории и институт был закрыты кто его убил если это убийство и с этого начинается собственно сам роман открытия себя и и читателю все преподносится постепенно что это за лаборатория как она создавалась и автор вначале дает нам экспозицию на следователя на тело в лаборатории на начало расследования когда следователь начинает опрашивать работников лаборатории работников института и так далее и какой-то момент автор нас переносит на некоторое время назад чтобы объяснить а что собственно случилось почему вот это тело оказалось на полу в лаборатории как он как она туда попала и оказывается что и это тело а по было опознано как валентин васильевич кривошейн инженер система техник который работает в этой лаборатории и все были удивлены и некоторые люди были раздосадованы от того что он погиб и вот с этого момента начинается раскрытие сюжета автором он говорит что он возвращает нас читателей на некоторое время назад сейчас я уже не помню на какой срок на две недели на месяц и оказывается что вот этот кривошейн он работал над так называемой машиной маткой машины для клонирования живых существ и в начале он пытался в нее загрузить информацию кидая то есть он создал раствор машину матку и кидал туда книги и справочники и так далее и в какой-то момент машина начала выдавать всякую ахинею и просить еще больше реактивов еще больше книг и так далее но при этом на выходе получалось ерунда какая-то какие-то бессмысленные фразы луковица будто рано стальная 26 копеек как сбердычева и так далее какой-то раздрозненный разрозненный текст не связаны ни с чем и и в какой-то момент кривошейное это все достало и он а эта машина еще и печатал это все надо на перфолентах кривошейн устал от этого он собирает все эти перфоленты выносит это все в двор института и все это сжигает и к нему приходит мысль а что если дать машине задание создать что-то материальное например живое и он придумывает клонировать самого себя дает машине задание вот сейчас я уже точно не помню по моему сам ложится в эту машину говорит просто снимись меня параметры потом вылазит из этой из этого корыта и через некоторое время машина воспроизводит в точности опять же через методы проб и ошибок воспроизводит и производит полного дубля клона кривошейна который каким-то образом уходит из этого института и у него есть одна особенность поскольку машина матка как ее называет сам автор он она экспериментировала с связями внутричеловеческого организма то вот прежде чем выдать этот дубль то вот у этого дубля сохранилась в памяти в своей внутри тела как управлять внутренними процессами и этот дубль движимый познанием себя идет и поступает в аспирантуру МГУ на кафедру биологии и дальше соответственно повествование у нас раздваивается а потом и расстраивается потому что автор начинает рассказывать о похождениях всех клонов кривошейна но прежде чем мы перейдем собственно к этому всю книгу всю книгу автор держит тайну кто погиб в лаборатории и до самого конца когда я читал эту книгу я был уверен в том что погиб сам кривошейн по каким-то причинам что погиб сам кривошейн а вот эти клоны и дубли они расползлись по всему союзу и делают уже и живут своей жизнью и что самое странное даже дочитав эту книгу до конца я так и не понял кто конкретно погиб несмотря на то что в обзорах которые я прочитал прежде чем делать этот обзор во всех обзорах было написано что погиб именно клон кривошейна а кривошейн жив но при этом сам кривошейн которого нам автор предъявляет как оригинала настоящего человека ведет себя очень странно в конце книги поэтому у меня и возник вопрос а что собственно кто собственно погиб потому что вот этот вот недосказанность или может быть автор забыл о том что ему нужно об этом написать кто же как конкретно погиб вот этот вопрос остался но сейчас еще немножко про сюжет получается так что кривошейн пока он экспериментировал вот с этой своей машиной он создал еще несколько дублев это адам геркулес дубль кривошейна он его создавал целенаправленно адама геркулеса как улучшенную копию себя списанную с образов соответственно адама и геркулеса но после каждого неудачного сеанса кривошейн растворял дубля и дубль запомнил все эти растворения эквивалентной смерти и он получился психически неуравновешенным и в хватит меня мучить отпусти меня этот адам он берет имя адам и уезжает на дальний восток потом это сюжетная линия обратно возвращается то есть этого адама находит и просит вернуться обратно в центральную россию чтобы поговорить вот не помню вернулся он или нет еще один дубль виктор витальевич кравец последний дубль кривошейна которого он улучшил за один сеанс он живет в общежитии работает в лаборатории кривошейна в должности лаборанта и он кривошейн представил его всем остальным как своего племянника на самом деле не племянника а дубля и здесь получается так что есть у нас из тех кто точно жив на протяжении всей книги это вот этот адам геркулес это кравец это кривошейн который аспирант в мгу исследователь пытается собрать вот эти все разрозненные также как и читатель мы все пытаемся собрать вот эти разрозненные факты которые накиданы автором в этой книге с одним для меня допустим меня единственный вопрос интересовал кто погиб хотелось бы конечно чтобы клон а не оригинальный кривошейн но под конец нам показывают такую сцену что кто-то опять же его называют опять же кривошейном то ли поранился то ли руку сломал то ли еще что то и он залезает в эту машину матку с заданием чтобы этот перелом быстрее срастался ну или порез и лично не помню сейчас довольно уже давно читал и в этот момент машина матка дает какой-то сбой и вместо того чтобы вылечить тело которое внутри нее находится она его то ли убивает то ли еще что то вот опять же я запамятовал и выплескивает этот это тело вылезает из само уже на последнем издыхании вылезает из машины матки доползает до щитка и падает бездыханным оставляя нас гадать о том кто это сам кривошейн или его дубль интересная книга в том плане что она внутри себя поднимает вопросы о клонировании человека еще задолго до овечки доли практически за 30 лет до овечки доли клонирование человека в полностью то есть не по частям не сердце отдельно почки печени отдельно и так далее а вот полностью снимается мерка задается программа и машина делает точного дубля плюс как нам говорит автор владимир савченко с улучшениями можно сделать вот как например получился дубль кривошейна который аспирант мгу который может управлять своими внутренними процессами но здесь мы опять же вспоминаем другое фантастический рассказ это тор первый в котором директор опять же не настолько ускорил свои синапсы что он мог думать очень быстро вперед других наперед и он погибает из-за того что в институте начался пожар и только он мог очень быстро двигаться по этому горящему зданию и вытаскивать оттуда всех своих сотрудников которые там остались надышавшись дым он погиб тор 1 торий иванович по моему его звали тоже давно читал не помню даже автора не помню но возвращаясь к открытию себя почему такая фантастика появлялась потому что было понятно что если мы летим в дальний космос а спустя больше пятидесяти лет мы уже знаем что мы никуда не полетели то нам но мы же была такая мечта в конце шестидесятых если мы летим в данный в дальний космос то нам нужны люди другого склада характера других социальных навыков другие тела для людей нужны соответственно появляется вот такая фантастика с улучшениями человека как с точки зрения биологии так и с точки зрения социологии и психологии книга интересная практически читается на одном дыхании это очень редко для фантастики наверное сравнить можно с по если по хронологии событий с первыми двумя книгами серии академии основания азимова который он писал уже после шестидесятых годов это получается это вообще были последние две книги по серии основания написанные в конце восьмидесятых годов начале девяностых наверно по большим просьбам поклонников написать приквел это прелюдия к основанию и путь к основанию отзывы можете найти на канале в плейлисте книжные отзывы и вот сравнить можно ни в какое сравнение естественно по легкости с савченко не идет деление с вавилоном 17 уже в вавилон 17 дебри книга которой продираешься через каждое слово и нужно помнить а что было в предыдущей сцене или 200 назад чтобы связать как-то это картинку воедино нет у савченко все просто повествование если надо откатиться в прошлом говорит это было тогда-то две недели назад неделю назад и так далее то есть можно собрать это все в голове в картинку я вообще вам рекомендую прочитать эту книгу может быть вы найдете ответ на этот вопрос кто же все-таки погиб потому что как вы видите я так и не смог прийти для себя к какому-то заключению или если вы читали и вы решили для себя эту задачку напишите в комментариях к чему вы пришли какому какому выводу и почему самое главное какие события вас привели к тому заключению которому они вас привели на этом я с вами прощаюсь желаю вам всяческих успехов и до новых встреч